Всем привет! Мы на канале 2 плюс 2 Коста-Рика. Сашка там сзади машет. Там вон Камила сидит, если ее видно, да, видно чуть-чуть. Антоха, как всегда, не хочет ни с кем здороваться. Мы сегодня едем на ультразвуковую чистку зубов для наших детей в клинику к нашему другу. Заодно пострижем им ногти и сделаем все необходимые процедуры. Процедура будет под наркозом. Мы уже выпускали когда-то этот ролик о клинике Нима. Ну вот, сегодня постараемся вам все поснимать, все показать и рассказать о ценах. Возможно, поснимаем цены на питание для животных, аксессуары в том числе. Так что оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал. Не забывайте ставить лайки и обязательно оставляйте комментарии под нашими видео. Так, мы приехали в клинику. Нас уже, значит, нас взвесили, сделали осмотр, записали все данные, дали подписать бумаги о том, что мы, значит, информированное согласие, да, если по-русски. И сейчас Камиле вставляют катетер и будут ее готовить потихонечку к улькразвуковой чистке к наркозу. Сейчас я вам поснимаю клинику, буду вещать уже опять, как всегда, за кадром. Все покажу, что происходит. Вот наша дочь. Ее зовут Галла Престиж Камила. Она папина дочка. Вон Тохи, вон Бонич. Наш маленький сын. Сегодня мы вспоминали, сколько им лет. Сошлись на цифре 12. Вот это смокровой кабинетик здесь. Здесь, где происходит осмотр, скрижка ногтей, ну и всякие такие мелкие процедуры. Сейчас мы пойдем с вами в саму клинику. Знакомьтесь, это Ним. Привет. Наш замечательный доктор. Это операционная, где выполняются сложные процедуры. Клиника у Нима где-то около года. Здесь такая зона ожидания. Чуть попозже поснимаю вам цены, пока будут чистить зубы детям. Поснимаю вам сам магазин. Он достаточно такой немаленький. Здесь есть разные животные. В общем, все вам будет. Поснимаю с ценами, все расскажу. Камеле поставили катетер, ввели успокоительное, потому что у нас проблема с сердцем. Он обнаружил Ним некоторое время назад. И для того, чтобы она не нервничала, чтобы все прошло хорошо. И вкололи специальный какой-то там анестетик, как говорит Ним. Сейчас она уже такая в полупьяном состоянии. В общем, как всегда, мы будем переживать за детей. Мы не делаем часто чистки зубов, потому что это вредно. Наркоз всегда вреден для маленьких собак. Да он для всех, в общем-то, вреден. Но переживаем. Сильно-сильно переживаем. Поэтому стараемся ходить где-то раз в год, когда уже прям вот надо. Чистить зубы они не дают. Мы их не приучали к этому с детства. Поэтому вот обходимся ежегодными процедурами почистки зубов. Начали мы нервничать с Сашкой. Мы просто никогда не видели, как вставляют вот эти вот дыхательные трубки. Это все происходило на наших глазах. Поэтому Сашка пошел сейчас перекурить. А я поснимаю вам корма, всякие штуки. Пока Антоха сидит с Боничем. С Боничем еще ничего не делали, но мы уже такие, слезли гонца на истерике. Так, по кормам. Не знаю, что это за компания. Ветлайф. Значит, 2-килограммовые пачки корма. Значит, проблемы с желудком, диабетики, проблемы с печенью и геополиоргенный корм. Стоимость 22,200 за 2 килограмма. 19,900. 18,922,200. Ну, приблизительно... А, ну вот есть, значит, ультрагипо. Хиппо. Какая-то формула 26,500. Большое количество разных. Цены в долларах обязательно появятся на экране. Так, здесь какие-то большие уже мешки по 7,5 килограмм. Стоимость мешка 31,700. Наверное, где-то порядка 60 долларов. Так. Значит, нас удивило вот такие вот корма. Корма с какими-то натуральными злаками. Стоимость приблизительно такая же. Да, приблизительно такая же за 2,5 килограмма. Есть пачечки поменьше. А, это для котиков. Вот это уже для котиков. Внизу. Так, вот вам покажу. Так, всякие лежанки. По ценам, к сожалению, не знаю. Или это, наверное, написана цена? А, ну вот такая вот стоит 24 тысячи колонн для котика. Вот. Не знаю, где ценники. В общем, вот такой вот выбор лежаночек. Вот Антоха. Сидит, ждет с Боничем. Так. Большая переноска. Такие сумочки и рюкзаки для животных. Стоимость такой вот 25,950. Так, 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 так. Вот 39,800 рюкзачок. И здесь еще вот такая переносочка. Тоже переносочка для котика. Больше похожего на панду. Так. Ну, пойдемте посмотрим, что здесь за рыбки поближе. Похоже на губи. Они такие какие-то яркие. Практически все в среднем по 2 мили. Так, здесь у нас, наверное, может быть, это скалярия. Нет, может быть, не скалярия. Не знаю, как называется. Ангел. Ну, по стоимости тоже приблизительно 2-2,5 мили. Так, вот здесь еще у нас есть. Это, судя по всему, золотые рыбки. Да, вот золотая рыбка стоит 2,500. Красивые. Я, правда, считаю, что рыбки это бесполезно, но, в общем, кому нравится. Здесь вот такие вот черненькие. И все в той же цене. Здесь вот такой вот красивый ребенок ходит. Так, смотрите. Ну, вот ассортимент шлейки. Ошейники. Поводки. Не знаю, что вам показать. Ну, вот шлейка для собачки. 7600. Вот такая. Так, уже побольше. 8900. Очень большой ассортимент, на самом деле. Сегодня покажешь. Вот такие вот по мили. Ошейники. Это вот побольше. Сейчас посмотрим. 2300. Разного вида поводки. Это что у нас? Мили 700. Когтеточка. Для кошечек 5400. Так. Что еще? Все, не смогу показать. Слушайте, бесподобно красивый свитер. Вам скажу, сколько стоит. 13900. Мягкий-мягкий. Такое ощущение, что какой-то хлопок. Такой меланж. Вот. Так. Ну, там маечки. 11800. 11800. Вот какая-то толстовочка. 13900. Симпатичная. Теплые курточки, дождевички, цепочечки. Здесь платьишки. Вот это, кстати, платьишко, которое висит. Мы шили у меня дома. Оно даже есть. Обязательно покажу фотку Камилы в этом платьишке. Так. Здесь всякие игрушечки. Ассортимент. Мисочки. И чесалки. Различные чесалки. Цены, не знаю. Так. Здесь уже лакомство для собак. Милли 700. 3900. Большой ассортимент. Мы своим практически ничего не покупаем из лакомств. Потому что боимся всяких химических. Хотя надо, наверное, у ним и спросить. И, возможно, что-то прикупить вкусненькое для наших. Так. Вот стоечка знаков для собачек. И еще одна стоечка. Такие они более натуральные. 2600. Милли 800. Так. Здесь корма. На развес. По ценам. Вот так вот вам сейчас проведу. Покажу. Судя по всему, вот эта вот фирма. Так. Здесь вот такие. Ну, в общем-то, кормов большое количество. Это еще корма. А, это для кошек. Так, ну вот, наверное, и все по магазину. Ну, для этого магазинчик вот так. Мы обслуживаемся в клинике у Нима уже, уже год. Да, уже год. Мы ставим здесь и ежегодные прививки. И приезжаем чистить железы детям и скричь ногти. Первый раз мы приехали, значит, делать ультразвуковую чистку зубов. А вот Сашка сидит. Бледный, как поган. Да, мы на самом деле каждый раз переживаем, потому что, ну, наркоз для наших детей – это прям жуть-жуткое. Просто обычно у нас делали укол с собаками и в полусонном состоянии мы их забирали. А сейчас все эти процедуры делали при нас накололи успокоительные, усыпляющие, катетеры. Выставляли дыхательные трубки. Мы на такое смотреть не можем. Сашка вышел, у него креслись руки. Я заглянул туда. У меня уже, мне кажется, вот такие вот глаза. Поэтому для нас это такое, ну, шоковое состояние. Поэтому если вы едете сюда со своими животными, будьте готовы, что тут многие вещи делают при вас. Да. Но на самом деле это неплохо, наверное. Просто это вот так есть, немножко все по-другому. Так, ну что. Надеюсь, что вот то, что мы сейчас вам показываем, вам интересно. Мы обязательно в описании к этому видео оставим, значит, контакты и навигатора, и телефон, по которому вы можете записаться, если вам нужно привезти своего любимого питомца, значит, к ветеринару. Здесь мы точно можем вам порекомендовать хорошее обслуживание, да, и нормальные цены. Что еще, значит, они им разговаривают на двух языках, на испанском и английском, поэтому если у вас есть знание английского языка, вы спокойно сможете общаться. Плюс знает несколько русских слов, привет, пока, ну и так далее. Думаю, что вам понравится этот семейный бизнес, который они ведут со своим отцом, и у него в помощницах работает замечательная девушка, она сама полячка. В общем, если нужно, все контакты в описании к этому видео. А вы пока не забывайте подписываться на канал, обязательно ставить лайки, обязательно оставлять комментарии под этими видео. На все вопросы, которые вас интересуют, мы обязательно ответим. Мы еще в клинике. Не смотрите на мои припухшие глаза, у меня уже реально практически истерика, потому что они висят как тряпочки. Это за все, наверное, вот эти вот 10, 12 лет, я не знаю уже сколько. Мы забыли даже, когда у нас дети родились. Камилка уже здесь, у Сашки. Сейчас вам ее покажу. Вот он сидит, ребенок, еще под наркозом. В лапке онкотетер, еще сонная. Это, конечно, ужасно. Вот как каждый раз мы это переживаем, такое ощущение, что все, мир обрушился. Ладно, чистят Бонича, Камиле удалили два зуба. Каждый поход у нас к стоматологу, это... В прошлый раз было 8 зубов на двоих, в этот раз у Камилыча только 2. Но все резцы передние, которыми они, в общем-то, не пользуются, хорошо, что жевательная группа вся на месте. Сделали укол от воспаления, чтобы десна... Какой-то антибиотик. Ну, в общем, вот так вот. Ждем Бонича. Забрали мы детей, почистили им зубы. Сейчас расскажу, что по ценам. Самое дорогое – это наркоз. То есть, сама очистка зубов стоит не так дорого. В общем, итоговая цена со всеми лекарствами, которые нам выдали. Соответственно, там, поскригли ногти, значит, почистили железо. Получилось 174,5 мили. Это порядка от 320 долларов. Точно посчитаю, появится на экране. Сама чистка зубов стоит 21,250 в колоннах на одного. Значит, ну, где-то там на 13,5 миль, значит, лекарства выданные. Анестезия стоит 29,750 на одного. Плюс пропофол, медазолам и бутерфанол. Я не знаю, что это за лекарство. Вот, еще порядка, еще порядка, в общем-то, 20, да, 20 с лишним миль. Если вы знаете, что это за лекарство, напишите в комментариях. Да. Дыхательные трубки, вот, значит, две штучки по 5 миль, для того 10 миль. Ну, в общем, общая сумма 174,5 тысячи. У нас... Нервы не к черту. Антоха вообще не улыбается уже. Но дети себя чувствуют хорошо, бодры и веселые, как будто ничего не было. Да. Нам есть чем сравнить. То есть, подобные процедуры в Севастополе, в клинике, в котором мы обслуживались, там, около 10 лет, нам обходились, ну, конечно, гораздо дешевле. Но мы забирали оттуда, значит, Камилу с Боней, а всегда они отходили дома где-то от двух с половиной до четырех часов. Плюс постоянная рвота, плюс постоянно, значит, они шатались. Здесь Бонич нам вообще поносили вот такого восстолбенения, как апостум, знаете, который у нас заваливается. То есть, здесь, конечно, они чувствуют себя по-другому. Практически после процедуры им что-то вкалывают, они быстро отходят от наркоза. С точки зрения анестезии у них здесь, судя по всему, наверное, получше, чем у нас. Ну, я имею в виду наркоза. Так что вот такие вот дела. Надеемся, что эта информация была вам интересна, полезна. Не забывайте подписываться, обязательно ставить лайки, обязательно оставлять комментарии, в том числе и под этим видео. На канал 2 плюс 2 Костролика будет показывать все самые интересные и полезные Костролики. Пока.